Мы узнали о проекте Общество Добролюб и сразу решили принять участие в нем. Проблема эйджизма в Украине очень острая. На своем примере мы решили показать, что возраст сотрудника не важен. Важны навыки и стремление развиваться. В RedWeb есть сотрудники как от 18 лет, так и старше 40. Елена, что хотелось бы узнать, а вообще какие у вас впечатления за эту неделю? Ну, понимаете, мне сложно говорить о впечатлениях, потому что я буду не объективна. Я вам прямо скажу, я влюбилась в вашу фирму. Началось, конечно, с людей. Замечательные. Ну, начнем с того, что я в принципе люблю нашу молодежь. Я в основном много работала с молодежью, я видела ее разную. Ваши, ну вот, ну просто супер. Мне очень понравилось, как у вас организована работа. Я понимаю, что вы шли к этому не один день. Вот, и, ну, классно. Пошагово расписано все. Для тех, кто давно работает, понятно, вы знаете свои функции, знаете, кто чем занимается. А для тех, кто недавно пришел, если ты чего-то не знаешь, сядь, почитай, ты во всем разберешься. И написано доступным языком, нормальным, человеческим. Вот мне было это интересно. Я не знаю, насколько все операции пошагово расписаны, потому что я настолько глубоко не вникала в этот вопрос. Но вот в первом приближении я понимаю, что приходит такой чайник с улицы, как я. Если посидеть, поразбираться, плюс задать пару вопросов, то работать у вас будет очень комфортно. Мне это понравилось. Я на компьютере работаю давно, я так и говорила сразу, первая наша беседа с Катей. То есть я ориентируюсь, конечно, вот я, опять же, с учетом моего возраста, немножко сложно вот эти вот окна. То такое окно, то другое окно. А еще наш с Катей первый день. Тут, значит, информация про компанию, здесь информация про людей, здесь это жира, здесь там слаг. И вот это все, оно как-то, ну, это вот через день прошло. Но опять же, мне, наверное, не хватает каких-то базовых знаний, потому что, например, я вчера не могла прологировать время свое. Мне Наташа присылает окно, какое у нее. Я не могу найти такого окна. В жире я понимаю, но я не могу, я туда-сюда, вот. То есть это, оно нарабатывается с практикой. Вот лично мне это было нетрудно. Ну, ну, как нетрудно? Что значит трудно, что значит сложно. Я понимаю, что это только, ну, как, вопрос времени. И эту работу можно делать. Я почему вам сказала, что для меня это прямо вот, я, оказывается, молодец. Я, оказывается, еще на что-то гожусь. Вот на самом деле, да. Очень, я говорила, хорошо организована у вас работа, потому что, ну, если чего-то не знаешь, имеешь время, можно потыкаться, найти, прочитать, что это такое. Вот, вот этот вот чат, ну, слаг этот ваш, супер. Если, если чего-то там нет, пожалуйста, звонишь или по телефону, или в скайпе. Там же все есть, к кому ты можешь обратиться. И тем более в первый день работы меня так вот представили и попросили, чтобы все мне помогали. То есть я могла обращаться к кому угодно, но я понимаю, что вы все заняты. И у меня по жизни такое правило, проси помощи тогда, когда ты сама не можешь сделать. Вот. Поэтому я сначала старалась разбираться сама. Если уже не получается, тогда я уже обращалась к девочкам. Ну, вот, вот как-то так. То есть, ну, я, ничего невозможного нет, вот я поняла для себя. Как-то так. Я пыталась трудоустраиваться, и когда ты пишешь или говоришь о своем возрасте, то уже все. Вот такая клянка. Меня приглашали на работу администратором, это было 4 или 5 лет назад, администратором в частную медицинскую клинику. Вот. Ну, я думаю, ну что, администратор то администратор. Я умею работать с людьми, но когда прозвучала моя кандидатура, сказали, о, там, мне тогда было, нет, мне 60 тысячи не было, ну, ближе к 60-ти нет. А барышня, которая меня туда приглашала, говорит, ты сначала посмотри на нее, руководителю первому. Чего ж ты так сразу? Ну, хорошо. Приезжаю я туда на собеседование, когда меня на меня посмотрел, да, берем. То есть, вот это вот я о чем? Ну, я не пошла, меня там не устраивали, я не устраивала полный рабочий день, потому что я такой человек, к которому я привыкла полностью отдаваться работе и погружаться. И мне 8 часов работать тяжело, потому что я себя растрачиваю за это время. Ну, я думаю, вы меня понимаете. А мне все-таки надо восстанавливаться. Все-таки у меня же есть еще какая-то другая жизнь. Там не устраивали некоторые моменты. То есть, я о чем говорю? Вот существует такое, я несколько раз на самом деле и писала, и... Ну, вот возраст уже все. Мне показалось, что в вашей компании немножко другая политика. Я не говорю, что вы берете таких, как я, на работу, но это мое глубокое убеждение, что прежде всего, когда ты нанимаешь человека на эту работу, ты должен понимать, что он ее будет работать, что у него есть ресурс. Я совет могу дать только один. Нужно начать с себя. Мы не можем изменить мир. Мы можем изменить только себя. Ну, как вот, я... Когда я вышла на пенсию, я еще какое-то время работала. Потом я переехала в Киев, и я вообще хмельничанка. Люди, которые меня давно знают, они не верили, что я не работаю. Такого не может быть. А чем же ты тогда... А, такого быть не можешь. Чем же ты тогда занимаешься? Я говорю, наслаждаясь жизнью. Каким образом? И началось. Йога, танцы, английский, прогулки. И в наше время очень трудно... Не в наше время, в нашем возрасте очень трудно людям найти активность для себя. Не надо бояться. Не надо бояться. Я такой занятой человек на самом деле, что я не успеваю делать все, что я хочу. Я говорю, что мне надо таблеток от жадности, но только побольше. Потому что мне не хватает на все. И вот если вы хотите быть востребованными, то нужно начинать с себя. Не думать о том, как бы хорошо было бы найти работу. Нет. Нужно пробовать. Пробовать в этой сфере, в другой, в третьей. И оно обязательно стрельнет. А вот опять же, даже... Опять же, для этих людей, вот старше 50-ти, которые вот сидят и ждут. Я всегда учила немецкий. Я даже сдавала кандидатский минимум по немецкому языку. Ездила один раз в Египет с дочерью. Я поняла, что мой немецкий вообще никому не нужен. Нужен английский. Окей? Я же сама изучаю английский до сих пор. И вот он мне пригодился сейчас в работе. У вас. У вас же вся документация на английском языке. Вот. То есть это только так. Под лежачий камень ничего не течет. Вообще. Если хочешь быть востребованным, начни с себя. Начни, в конце концов, каждое утро делать гимнастику. Каждое утро. И все. И жизнь изменится. Мир вокруг тебя изменится. Все придет. Там. У нас видят. Это все будет хорошо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.